Поставьте, пожалуйста, единичку, если меня хорошо слышно. Доброе время, суток всем. Спасибо большое, Георгий. Татьяна, Александра, спасибо большое. Здравствуйте, дорогие коллеги, уважаемые гости. И мы говорим здравствуйте, желаем друг другу здоровья. И, конечно, это лучшее, что мы можем пожелать друг другу. Это я, Татьяна Лученкова, Наталья Васильевская, Чиловы. Рады видеть вас на наших еженедельных вебинарах. И, конечно, давайте поприветствуем друг друга. Напишите, из какого вы города, с какой, откуда вы, с какой страны, откуда вы. Я знаю, что от Юрия Шевцова, спасибо большое, Украина, Киев, с нами, еще откуда. Зинаида Ситникова, Когольницкая, Красносельский, Армения, Георгий, Нина Яковлева, Выборг, Ростов-на-Дону. Я знаю, что многие по каким-то, по известным причинам, не могли сегодня войти в интернет. Во многих городах, вот в моих дистрибьюторах, есть небольшие сложности. Но ничего страшного. Украина, Анна Шкилева, Криворог, Виктория Маловичка, здорово, Кропоткин, отлично. Из Узбекистана, здорово, здорово. Я хочу представиться Лученкова Татьяна. 24 года сотрудничаю с компанией, 24 года пользуюсь продуктами для здоровья только одной компании. И, конечно, я очень ценю, дорожу этим продуктом, люблю этот продукт, потому как получила невероятные результаты по здоровью. Если у кого-то проблема с глазами, конечно, этот продукт для вас. Если у кого-то сильные головные боли, это ваш продукт. Если у кого-то вегетососудистая гистония, хроническая усталость, бессонница, однозначно вам этот продукт нужен. Если у кого-то хронический бронхит, переходящий в азбу, вам нужен этот продукт. Почему я так уверенно говорю? Да потому что все это было у меня. Я говорю было. И благодарность создателям этого продукта безгранична. Итак, тема нашего, дождались мы, конечно, той самой главной темы, которую я тоже с нетерпением жду. И тема нашего вебинара – это имидж и востребованность основа нашего бизнеса. Вот я хочу сказать несколько слов. Вот что значит быть востребованным? Кстати, вы сами напишите в чате, что для вас означает слово «быть востребованным». Напишите, пожалуйста. Мое понимание – это понятие собственного места компании. Зачем и почему я здесь? Что я хочу получить от этого бизнеса? И далее, когда вы в разговоре с людьми, вы своим предложением, мы должны удовлетворить потребности этого человека. Что он хочет? И тогда человек идет за нами. И, конечно, вести разговор так, как надо нам. Быть главным в этом разговоре. Буквально с первых раз слов люди чувствуют. Кто с ним разговаривает? Чувствуется отношение этого человека. Как вы пригласили этого человека. Как вы им рассказали. То есть наше отношение передается в каждом нашем слове. И выйти обязательно поставить вот в задачу, что ли, или я не знаю, как хотите, назовите цель. Выйти на уровень, когда нас рекомендуют. Вот смотрю, Людмила Устинова написала. Спасибо, Людмила, что вы откликнулись. То есть, что для вас востребованность, это зачем и почему пришли в этот бизнес. Что я хочу, да, Людмила, получить. Не вы хотите кто-то там, а лично я. Вот лично для меня, что такое востребованность. Что я хочу получить. Для Натальи Скачиловой востребованным, это значит быть полезным. Другим и себе. Ну, наверное, себе в первую очередь, потому что все начинается с себя. Согласна. То есть, если у вас есть желание, можете написать, что для вас быть востребованным. Вы можете написать. Вот имидж и востребованность, это все взаимосвязано. Когда смотришь на фото человека, и сразу становится понятно, чем занимается человек. Насколько он открыт, доброжелателен. Ну и так далее, и так далее. Сегодня модно быть красивым. Сегодня модно быть подтянутым, здоровым. Модно быть успешным человеком. Вы знаете, когда-то я услышала вот эту фразу, которую я вам сейчас скажу. Это мой бизнес. Короткая, емкая фраза. Это мой бизнес. Вот когда мы в своей голове, там есть определенные полочки, на этих полочках у нас будет находиться эта фраза, тогда нам проще делать этот бизнес. Это мой бизнес. Да, сегодня как никогда выгодно быть здоровым. И мы все владеем этой информацией. Как сохранить здоровье? Как не болеть? Вопрос в том, с какой позиции, с каким отношением мы это говорим, мы передаем это людям. Мы доносим это до людей. Вот обратите внимание, сейчас у многих людей практически все есть. Не надо жаловаться, все есть. Многие семьи удовлетворили свои потребности. У некоторых по две, три машины. Но одна уж машина, неважно какой марки, но она есть точно. Одна машина точно практически у всех есть. У всех есть дома, квартиры. У нас мы можем позволить себе отдыхать в хороших местах при желании. Тем не менее мы это делаем. Практически никто не голодает. Это нужно очень хорошо постараться, чтобы поголодать. То есть многие потребности удовлетворены. Но ведь так же ведь. Ну поставьте, пожалуйста, двоечку. Вот многие потребности удовлетворены. Ну мы, холодильники у нас не пустуют. Да, нам хочется больше, 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 большего. Кто со мной согласен, что многие наши потребности удовлетворены? Ну вот худо-бедно. Удовлетворены. Вот я знаю, Лидия Васильевна, она тоже пенсионерка, она тоже сотрудничает в компании, 72 года. Да, я знаю, что она довольна всем. Я знаю очень много людей, которые живут сами. Сами воспитывают детей, женщины. И они довольны всем, по большому счету есть. Но обратите внимание, то есть глобально посмотрите. Но единственная потребность, которая до сих пор не удовлетворена, это потребность быть здоровым. Правда? Эта потребность до сих пор не удовлетворена. Посмотрите, какое огромное количество больных людей. Оглянитесь вокруг. Оглянитесь вокруг. Реально посмотрите. И посмотрите на наших женщин. Посмотрите на моих коллег. Я на прошлом вебинаре показывала фотографии. Людмила Павловна Троценко, 78 лет. Лидия Васильевна Наденова, 72 года. Людмила Пирогова. Господь, у нас много результатов. Так вот, мы должны гордиться тем, чем мы занимаемся. Мы, поцелованные Богом, мы взяли эту возможность. Господь дал нам эту возможность. В руках у нас бесценный продукт. И мы имеем возможность этот продукт донести людям. У нас невероятные результаты. Единственное, что нам мешает это делать, это наша лень. Что бы мне ни говорили. Это наша лень. И спикер, который сейчас будет выступать. Этот человек обладает безупречным имиджем. Его голос, манера разговаривать. Манера разговора с нами, в нашей аудитории. Лично меня, и знаю многих людей, моих коллег. Он вдохновляет к действию. Его хочется слышать, слушать и действовать. И заметьте, вы наобратили внимание, при этом он очень скромен. Да, и он востребован. Потому как у него есть любовь к делу, которым он занимается. Я не представляю наши вебинары без этого человека. Вот правда. Он всегда бескорыстно делится своим успешным опытом для всех нас. Бескорыстно. Спасибо вам, Георгий. Спасибо вам, Сильвия. Что такие люди, как вы, делаете этот мир лучше. И сегодня ваше имя работает на вас. Вас знает компания. Вас знает огромная аудитория. Вы бесценны. С огромным уважением я передаю микрофон лидеру мнения. Участнику больших путешествий компании Мурадову Георгию. Доброго времени суток, друзья. Я приветствую всех в этой виртуальной комнате. В нашей замечательной комнате. Пожалуйста, поставьте плюсики, если меня хорошо слышно и видно. А я, в свою очередь, хочу поблагодарить Татьяну за мотивацию, за новости, за промоушены, за ту любовь и лояльность к продукту и компании. Спасибо. Я вижу, что пошли плюсики. Спасибо огромное. Спасибо Татьяне за невероятные теплые слова, которые греют души без всякой ложной скромности. Спасибо вам, Татьяне, которые вы сказали в мой адрес и в адрес Сильвы. Сегодня действительно компания наша, она щедрая. Она делится с нами всем. Всем возможным, чтобы нам добиться успеха. Друзья, я поздравляю всех сегодня, что мы вместе, что мы находимся в нужном месте, в нужное время. И нас окружают такие добрые, замечательные люди, о которых вот сейчас говорила Татьяна. И тема, уже Татьяна затронула эту тему. Действительно, она, знаете, она настолько актуальна, что без имиджа, это действительно и востребованность, о которой так красиво сейчас сказала Татьяна, не состоится бизнес. Потому что это и есть основа нашего бизнеса. Вы знаете, я хочу немножко сначала поговорить о классике, то есть что такое имидж, как он трактуется. Это от английского образ, изображение, отражение. Совокупность тех представлений, которые складываются в общественное мнение о том человеке, значит, состоянии его статуса. То есть в соответствии, какой статус у человека складывается общее мнение в обществе. Имидж, знаете, он создается, он действительно создается по-разному. Он создается пиаром, он создается пропагандой. Имидж может создаваться рекламой. К сожалению, он может создаваться и ложью. Это не о нас, и мы не об этом говорим. Но так бывает, да. Потому что многие вещи, которые сдачить, бывают, может быть, нереальны к этому объекту. Они могут быть вымышлены, они могут быть придуманы. Опять-таки, я говорю, это не про нас. Мы сегодня будем говорить о совершенно другом имидже. О красивом, нужном, чтобы он именно создавал основу нашего бизнеса, друзья. И знаете, мы заинтересованы в том, чтобы производить благоприятное впечатление на окружающего. Вот как сказала Татьяна только что. Да, действительно, это так. Но, вот, например, я буду говорить сегодня немножко в нашем разговоре по теме. Немножко я буду затратить себя и, ну, лично себя даже, не столько сил, сколько себя буду затратить. Ну, знаете, вот не у каждого это получается сразу. У меня, например, это не получилось сразу. Нет. Создать, я имею в виду, имидж. И знаете, вот в этот момент, когда у человека это не получается, и мне говорили такой совет, и другим. Я думаю, в этой комнате тоже есть люди, которые слышали такой совет. Вам нужно поменять имидж. Вам нужно поменять имидж. Интересно, что же это такое имидж, и откуда он взялся такой неправильный, чтобы нам надо его менять. Ну, например, про себя я скажу, что я знал, потому что у меня был действительно имидж неправильный. Я на протяжении 10 лет не выходил из дома. Ну, какой может быть имидж у инвалида второй группы, который страдает эпилептическими приступами? Тем более, после такого идти сразу в бизнес и показать себя бизнесменом, ну, извините, это глупо. Мне сказали, поменяй имидж. Окей, я согласился, но тут я следующий вопрос задал, а как это можно сделать? Ну, как можно поменять имидж инвалида второй группы, который 10 лет не выходил из дома, чтобы построить успешный бизнес? Ну, вот давайте разберемся, что это за такое модное словечко имидж. И, прежде всего, хочу сказать, имидж – это искусство управлять впечатлениями. Действительно, мы управляем впечатлениями, когда создаем правильный имидж. И это так, это правда, да, потому что правильный созданный образ, этот имидж, да, это путь к невероятным успехам. Это путь к достижениям цели везде, поверьте. Это путь к достижениям цели в обществе, в карьере, да, и в личной жизни, да, везде вы будете успешны. Если правильно, создать имидж, образ свой. Ну, давайте разберем, какие этапы мы должны пройти, чтобы сделать себе идеальный имидж. Я думаю, всем хотелось бы иметь идеальный имидж. Да, может быть, это очень сложно, может, идеальный и не получится, но, по крайней мере, к этому надо стремиться, друзья. Итак, первый шаг, чтобы создать, да, кстати, имидж, он должен быть именно гармоничен с нашей целью, да, да, и с нашим характером. Смотрите, все начинается с моей любимой темы. Я всегда, когда выступаю, я всегда это говорю. Вообще, все начинается с мысли, все начинается с мечты, все начинается с цели. И здесь нет исключения, друзья, здесь тоже нет исключения, чтобы мы создали идеальный имидж, чтобы мы создали этот образ, мы должны сформировать, мы должны поставить цели. И это прежде всего в имидже, потому что содержится определенное послание, которое будет различаться, действительно различаться. Если, например, там для певца свое, для фотомодели свое, мы должны определить, что нам нужно, кто мы, вот как хорошо, очень правильно Татьяна сказала, да, и прежде всего мы должны ответить, почему мы в этом бизнесе, почему мы других людей зовем в этот бизнес, что мы хотим. И очень красиво сказала Татьяна, и я с ней полностью солидарен, потому что у меня тоже начиналось все с ЭПО. Когда мне спросили, я сказал, мне ничего не нужно, мне нужно здоровье, это самое востребованное было для меня, здоровье. Серега Романовича Чумаков, наставник, он сказал, о, браво, а когда у тебя будет здоровье, крепкое здоровье, тогда что? Я говорю, ну тогда, конечно, мне хочется стабильный доход. А кто не хочет стабильный доход? Господа, друзья, дом, машина, да, а стиль, красивый стиль жизни, это не у всех сегодня есть, согласитесь. Свобода, только одно это слово, свобода, оно больше миллиона долларов стоит. Ну и, конечно, все хотят быть счастливыми. Друзья, а ну-ка поддержите меня, вот кто хочет быть счастливым, кто хочет быть свободным, кто хочет иметь красивый стиль жизни и при этом иметь крепкое здоровье и стабильный доход, а ну-ка поставьте единички, пожалуйста, поддержите меня. Вот, спасибо, вот, Олег, вот, Татьяна Лученкова, благодарю, товарищи, благодарю, друзья. И знаете, я, когда я сказал, что да, действительно, я этого хочу, ну тогда другой вопрос. Я сейчас задаю этот вопрос новичкам, я задаю вопрос приглашенным, который сегодня есть в этой комнате, что вы готовы для этого делать, потому что мне тоже этот вопрос задали. Готовы ли вы делать все, что необходимо для этого делать, без всяких оговорок, без всяких, я не знаю, там, искать какие-то причины, там, чтобы не делать это? Да, если вы готовы, то это прекрасно, но это тоже еще не все, потому что был еще очень важный вопрос, а готовы ли вы заплатить за свой успех, за свой вот этот имидж, а за все надо платить в этой жизни, а что надо платить за этот успех? А за этот успех надо платить, прежде всего, терпением, потому что время надо, надо себя поменять, надо научиться этому бизнесу, нужно иметь эмоции. Вот хорошо, Татьяна сказала, мы любим это, а если мы любим, если мы горим, мы эмоциональны, это бизнес-эмоции, связи, связи не те, которые нужны в традиционном бизнесе, нет, но связи здесь тоже важную роль играет, потому что мы знакомы, мы расширяем свой круг связи, мы знакомимся с новыми людьми, у нас есть свои знакомые, которые нуждаются, и очень хорошо опять Татьяна сказала, остро нуждаются в нас, остро нуждаются в состоянии здоровья, а мы можем помочь. Конечно, мы силы прикладываем, это тоже знаем, и деньги. Деньги, знаете, я поставил на последний план, но они нужны, это же бизнес, а как иначе? Мы должны учиться, мы еще этот вопрос затронем сегодня, да. Но деньги, знаете, почему я, имеющий троих детей, инвалид, второй группы, получающий в Узбекистане, не знаю, там, 10 долларов пенсии, когда мне сказали деньги, я немножко смутился. Ну, как бизнес начинать инвалиду, у которого нет денег, у которого трое маленьких детей? И тогда мне объяснили, что деньги здесь, это условные, потому что ты тратишь так и так эти деньги на свое здоровье. Вы знаете, я филипсин, чтобы купить, это против судожный, мне надо было отдать всю пенсию свою за одну, за один флакон филипсина, скажем. А зачем? Что он мне давал? У меня убивал память, убивал все органы, потому что там 17 противопоказаний у этого филипсина. А если мне сказали, ты эти же самые деньги будешь вкладывать совершенно в другой продукт, который имеет шанс тебе дать здоровье, но самое главное, Сергей Ардароманович мне сказал, самую главную такую вещь, я никогда не забуду, чтобы стать востребованным, вот и Татьяна это тоже сказала, нужно понять, кто ты есть на самом деле. Я сказал, ну я инвалид. Нет, ты не инвалид. Ты должен понять, что ты можешь помочь другим людям улучшить качество жизни только после того, как сам улучшишь свое качество жизни. И это было правильно, и это было великолепно сказано, потому что все так и случилось. И когда мы определились с целями, следующий шаг, следующий шаг, нужно определить, кому мы будем помогать. То есть целевую аудиторию нужно определить, кому мы будем помогать. Нужно определить свою целевую аудиторию. Это огромная большая тема, но обойти ее я не могу. Я просто сейчас кратко пройдусь по ней, потому что это тоже очень важно. И послание заключения в имидже, она адресуется не всем людям, я уже это говорю, она адресуется конкретной аудитории. То есть да, если, например, мы, если я певец или певица, я ищу, значит, колл-продюсера, если я бизнесмен, я ищу клиентов и партнеров. То же самое и у нас происходит. Здесь что нужно понять? В чем ваше отличие, когда вы делаете свой образ? Чем вы будете отличаться этим образом? И что этот образ, который вы формируете, может дать людям? И самое еще важное, надо понять вопрос, а кто ваша аудитория и что им нужно, если вы хотите им дать? И здесь я вам могу дать такой совет. Просто вспомните себя, когда вы начинали этот бизнес. Что вы хотели тогда? Вот кем вы были и что вы хотели получить от вашего наставника? И это тоже будет ответом. Я сейчас говорю о бизнесе. Именно я говорю о целевой аудитории, о бизнесе. И вот Татьяна вначале поставила очень хороший слайд. Она его не прокомментировала, но, может быть, вы обратили внимание. Ставил слайд, что 90% людей уходят из бизнеса новичков. Потому что им не объяснили все условия, все возможности этого бизнеса. И это правильно. Потому что им объяснили один список знакомых. А сегодня одним списком знакомых очень сложно. Да просто невозможно построить этот бизнес. Поэтому я сегодня хочу сказать, что есть тысячи и тысячи людей целевой аудитории, которые хотят заниматься бизнесом. Это люди, которые ищут дополнительный заработок. Вы согласны со мной? Это люди, которые хотят начать свой бизнес, но они не понимают, что бизнес прямых продаж это и есть свой собственный бизнес, это и есть частное предпринимательство, самое настоящее. Они это просто не понимают. Люди, которые уже занимаются прямыми продажами, но у них что-то не получается. Они недовольны результатами. И таких тоже немало. Мамочки в декрете, студенты. Это все наша целевая аудитория. И, конечно, мы должны понять, ответить на такие вопросы, какие есть потребности у них, какой возраст, с кем комфортно было бы вам работать, с молодыми, со старшими. Чем они занимаются, какой у них уровень дохода, где они обитают в интернете, то есть где их можно найти, что им нужно, что им можно предложить и что вы можете этим людям предложить. И когда мы знаем ответы, мы очень легко можем формировать, не просто сформировать, но и пригласить. То есть как сделать так, чтобы когда мы уже знаем, когда мы знаем ответы на все вопросы, чтобы эта целевая аудитория подтянулась к нам, к нашему уже собственному имиджу. И вот мы создаем этот имидж. Опять-таки, каким образом для целевой аудитории создать имидж в интернете? Я сейчас про это хочу сказать. А это вот так. Мы создаем, значит, странички, красиво упаковываем, там, не знаю, в Фейсбуке, там, не знаю, в Инстаграме, ВКонтакте мы упаковываем. И тут уже идет работа какая? Красивый пост, сториз выставить, видео хорошее поставить. Слава Богу, у нас есть какие видео красивые, нам компания предоставляет. Сделать прямой эфир, очень хорошо работает. Лайки работают под нами, мы когда лайкуем. Репосты хорошо работают, фото красивое выставить, комментарии писать, комменты работают. И анализировать конкурентов, что у них больше лайкают и брать на вооружение. Хэштеги. Но у меня новички, у меня часто спрашивают, слушай, ну я сам этому учусь, я не хочу сейчас это, что я вот такой прям аспециалист в этом вопросе. Нет, но это важно. И меня часто новичок спрашивает, слушай, ну вот ты, ты знаешь, как написать пост? А я не знаю, я новичок. Вот ты знаешь, как сценарий сделать, например, на вебинаре выступить? Или как сделать сценарий для хорошего видео, чтобы оно было продающее, это видео? Или прямой эфир продающий? Как сделать? Нет. А я вам сейчас подскажу, друзья. Это очень несложно. И любой новичок это сможет сделать, если прочитает книгу «Короти как художник». Автор Клеон Остин. Я вас заверяю, вы прочитаете эту книгу, и никогда у вас не будет возникать вопросов, как написать продающий текст, или как написать продающий сценарий для видео, или для прямого эфира. Это потрясающая подсказка. Ну и, конечно же, я еще хочу вернуться, сейчас я вернусь слабее, я еще хочу сказать, что, ну, никто не отменял классику. Конечно, знаете, список знакомых, а то я так сказал, что один список знакомых не работает, но без списка знакомых никуда, извините. Конечно же, он нужен, он как воздух необходим, потому что это тоже, оттуда берется наша целевая аудитория, которые будут нам очень благодарны и признательны. Это наши знакомые, друзья, друзья, друзей, наши одноклассники и так далее. Мы им очень можем помочь в плане во многом. Ну, один совет только хочу дать. Не знаю, согласятся со мной мои коллеги. Не советую сразу новичку список знакомых начинать и приглашать в бизнес. Нет, вот на здоровье, да, прекрасно будет работать. В бизнес я бы не посоветовал сразу звать своих близких знакомых. И с тысячей один, может быть, и согласится, поверьте мне. Итак, мы уже знаем нашу целевую, мы уже поставили цели, прекрасно. Следующий шаг, мы должны составить список имиджевых параметров, то есть какие качества у нас должны быть. Знаете, я вот здесь нарисовал много качеств, но это, на мой взгляд, они должны гармонировать с нашей целью, что мы затеяли, что мы задумали, и с нашей целевой аудиторией. Это все должно быть в гармонии. И эти качества позволят нам сделать потрясающе идеальный вот этот имидж, вот этот образ создать. Но это, конечно же, доброта, сдержанность, бережливость, мудрость, конечно, общительность, искренность. Это должно быть мужество, это любезность, любознательность, честность, справедливость. Но вот эти качества нужны. И я еще сделал вот такой цветок толерантности, то есть мы должны быть терпимы, и действительно, мы должны обладать определенными качествами. Да, мы, ну, это безусловно, мы работаем с людьми, и толерантность, она просто нам необходима. Это мое мнение, и я думаю, оно нам поможет в создании вот этого образа, в создании этого имиджа, который будет гармонично сочетаться с нашими целями и с нашей целевой аудиторией, друзья. И теперь мы знаем качество, мы поставили цель. А дальше что? А дальше, когда мы поговорили о качествах, которые нужны, теперь нужно сравнить реальные и желаемые качества. Что это такое? Это тоже важный момент. Для меня был крайне важный момент. Я сейчас объясню, три группы есть. И значит, что имеющие такие качества, которые у нас уже есть, мы назвали эти качества, но эти качества есть у многих, согласитесь уже, но их просто надо усилить, они нужны. Значит, мы должны поработать над этими качествами, они у нас есть. Есть такой момент, где эти качества, ну, просто они, они нам будут мешать. Вот как у меня, у меня было много таких качеств, от которых просто надо избавиться, окончательно избавиться от этих качеств. И это тоже есть, и это надо сделать, и бывает нелегко это сделать, мне было не очень легко это сделать. Ну, и, конечно, качества, которых вообще у нас нет. мы перечислили эти качества, а у нас их и нет, у меня и не было таких качеств многих. Ну, 10 лет не выходил из дома, и здесь нужно их наработать, я почем, не приобрести, они не могут просто вот приобрести, взять и взять эти качества, их нужно нарабатывать. что это такое, что нам может мешать? Хвастливость, есть такие хвостуны, злоба, зависть, жадность, чрезмерное самолюбие, да, вот я хочу подчеркнуть, да, потому что мы еще в конце поговорим об этом, себя надо любить, родимого, конечно, но чрезмерное самолюбие, оно ох, как мешает, это будет нехороший имидж, поверьте мне. Ну, и недоверие, у нас есть такие, которые ничему, никому не верят, вы не сможете сделать этот бизнес. Ну, и что мне надо было, например, это, конечно, перестать критиковать себя, я вечно критиковал себя, вот я такой бедный, несчастный, и вот мне никто не помогает, и воттэ, я постоянно жаловался, мне надо было избавиться от этого, да, ну, и, конечно, что я стал приобретать, это физическую форму, во-первых, я употребляю продукт, я стал по-другому чувствовать, я стал заниматься опять физическими нагрузками, спортом, И, конечно же, самое главное, я стал на мир смотреть позитивно. Я всем это желаю. Приобретайте эти качества. Они для имиджа, как воздух, необходимы. И теперь, когда мы уже знаем, от чего мы должны избавиться, что мы должны приобрести, вот теперь уже мы должны выбрать самопрезентацию. То есть вот этот этап создания уже непосредственного имиджа, то есть он считается одним из самых сложных. У меня тоже было нелегко. То есть это что такое? Это как мы теперь будем выглядеть. То есть это, ну, встречают по одежке, правильно, да? Ну, это значит предметы такие, которые, это костюм, галстук. Да я никогда галстук сроду-то не одевал. Десять лет из дома не выходил. А тут на тебе надо. Естественно, для женщин это одежда определенная, ну так, как и для мужчин. Это макияж, это прическа. А это особенно важно для девушек, для женщин. Если вы хотите построить имидж бизнес-леди, ну, это просто необходимо. В итоге формируются все параметры, необходимые для идеального имиджа. Это необходимо для идеального имиджа. Итак, ну что ж, мы выбрали средства самопрезентации. И это может сделать, конечно, каждый. Ну, можно и посоветоваться, если со стороны, чтобы тоже виднее говорят. Окей, еще один важнейший момент. Теперь нас оценивают, значит, сначала как? По одежке, правильно говорят? Вот первое, что мы видим, по одежке. А потом оценивают по манерам. Есть еще такое понятие невербальный и вербальный имидж. Это крайне важно понять. Что такое невербальный и вербальный имидж? Невербальный – это не речевой имидж, а вербальный – это речевой. Итак, прежде всего, конечно, работает зрение. Не поспоришь. И, конечно же, что встречает нас по одежке, я уже это сказал. 80% информации, я и раньше всегда говорил, вдумайтесь, мы получаем невербально. То есть, смотрите, это жесты, мимика, поза, это улыбка наша и так далее. Это невербальный имидж называется. И 80% зависит именно от невербального имиджа. Хотя и вербальный имидж – это тоже очень важен. Конечно, это очень крайне важный вербальный имидж. А вербальный имидж – это что такое? Это лексика. Темп речи, паузы, интонации. Как мы говорим, то есть, очень сухо и по делу, или мы эмоционально говорим. Мы говорим громко или тихо, смотри, с кем. Поэтому это тоже очень – это вербальный имидж. Если еще важный один момент хочу подчеркнуть здесь в этих имиджах. Если вербальный сигнал, то есть, что мы говорим, расходится, вернее, невербальный, наши жесты расходятся с вербальным, что мы говорим, и наша мимика – это расходится, наше подсознание это чувствует. И человек не верит словам, вы знаете? Поэтому слова – это еще ничего. И с другой стороны, когда мы начинаем переигрывать, слишком переигрывать вот с этим невербальным имиджем, оно расходится словами, а мы слишком-слишком уж там что-то начинаем, позы какие-то делать. Извините, ничего не получится, человек нам не поверит. И этому нужно тоже научиться. Это тоже очень важная составляющая имиджа. Значит, еще раз хочу – вербальный и невербальный имидж. Теперь мы уже знаем, нас оценивают по манерам, нас встречают по одежке, а дальше осудят-то нас как? Осудят по поступкам, да, осудят нас по поступкам. И что такое осудят по поступкам? Ну, это, конечно, этика, общепринятая манера поведения. Это хорошо выходить из конфликта. Мы не конфликтные люди, мы не должны конфликтовать ни с кем. Такое выражение – клиент всегда прав. И это очень важно. И поступки наши должны быть очень лояльные, очень добрые, соответственно, с теми манерами, с теми качествами, которые я только что перечислил. Значит, судят по поступкам. А вот провожают нас по уму. Согласитесь, да, друзья? Что уже когда мы уходим, провожают нас все равно по уму. И если имидж созданный для успеха, если мы создаем этот имидж для успеха, важно демонстрировать, что профессионализм. Скажите, вы согласны со мной? Поставьте двоечку, что нас провожают, как ни крути, по уму. И мы должны в этот момент, что продемонстрировать наш профессионализм. Иначе удачи, как говорится, нам не видать. И вот в этом случае, если нам что-то не хватает, мы должны учиться. Мы должны совершенствоваться. В принципе, что мы и делаем, я поздравляю, друзья, вас. Мы это всегда делаем. И компания для нас это всегда делает. Делает все возможности, чтобы мы учились. Мы посещаем какие-то курсы. Мы читаем дополнительную литературу. Слушаем вебинары вот эти по четвергам. Кроме этих вебинаров у нас еще и Тамара Васильевна Пшенникова проводит. У нас прекрасно проводит Екатерина Мишина. То есть, есть все условия. Я уж не говорю о удивительном, уникальном, не побоюсь этого слова, университете Кикварт. Я хочу сказать спасибо, спасибо огромное, прежде всего, Коваленко Елене. Спасибо огромное Булгиной Наталье. Ведь это замечательно. Это такой профессионализм. Да, я тоже прошел, я получил сертификат. Я горжусь этим. Потому что этот университет не имеет аналогов. Знаете почему? Он бескорыстный. Он дает профессиональные знания абсолютно бесплатно. Ведь подобные такие обучающие моменты в интернете стоят тысячи долларов и больше. Я заявляю это совершенно официально. Если кто-то еще не подключился к этому университету, если есть новички и приглашенные, вы не представляете, подключайтесь. Обязательно подключайтесь. Вы станете супер профессионалами. И это будет ваш университет. И как бы в продолжении обучения, я хочу сказать, широта познания, она для нас очень важна. И здесь общая эрудированность тоже важна по всем вопросам. Конечно, мы должны демонстрировать широту знания. Обязательно человек, который это делает, он притягивает людей. Он формирует чувство общности с другими людьми. А это очень важно для нашего имиджа. Высокий уровень познания всегда, друзья, всегда положительно сказывается на имиджу. Специалисту, специалисту, люди склонны доверять. Все. Это успех, это основа нашего бизнеса. Ну и одно я поставил, вот тактильное ощущение, я должен ставить, не ставить. Но они тоже имеют место, правда, не всегда. Но если у нас есть знакомые, малознакомые люди, знаете, вот такое дружеское похлопывание по плечу, пожатие руки. И он чувствует это уверенное пожатие или неуверенное. То есть тактильное ощущение, они тоже имеют свое место в имидже. Вот. Итак, друзья, что же мы имеем? Мы создали образ. Все. Мы создали имидж. Теперь что? Теперь нужно войти в него. И это, наверное, очень непростой факт. Ну, по крайней мере, я хочу сказать про себя опять. Вот именно воплотить его в жизнь теперь. Это как? Это новая внешность. Для меня абсолютно новая внешность была. Это новые манеры, новая речь, новые ощущения самого себя. Да, это вообще-то новые привычки. Это ежедневные какие-то нужно было действия делать. Обязательно. Я всегда говорю, только ежедневные действия могут привести к успеху. И главное, что поможет вот на этом пути, на этом пути, это практика. Ежедневная практика, ежедневные действия. Иначе мы не сможем поменять привычки свои. Вот, например, если я бы остановился, я бы не смог поменять свою привычку. А привычка, как говорят, в пословицах уже правильная фамилия. Поэтому, чтобы поменять, нужно настойчивость, нужно постоянные действия. Не все будет получаться с первого раза. Может, у кого-то получится. А у меня не получилось с первого раза. Но именно вот постоянные действия привели меня к новой привычке. А привели меня вот к этому новому характеру, привели меня к новой жизни. Работа по формированию и внедрению нового имиджа. Сложные занятия. Я думаю, не только для меня, для многих. Это действительно так, если мы хотим стать профессионалом. Но благодаря новому имиджу, именно благодаря новому имиджу, люди увидят в человеке, ну, человек, с которым очень легко, очень приятно, в удовольствии общаться. Это факт. А следовательно, значит, раз так, раз люди увидят, что с вами легко, с удовольствием общаться, перед вами и передо мной в том числе распахнутся новые двери, новых возможностей. Открываются новые невероятные горизонты, которые раньше для меня были закрыты и даже неизвестны вообще были эти горизонты. Сегодня, если есть приглашенные в этой комнате, если есть новички, которые только начали, имейте в виду, для вас открываются невероятные горизонты. Я вот сейчас возьму указочку, я хочу просто показать. Посмотрите, вот как меняется образ, с кем вам будет приятнее работать, за кем потянутся люди. Обратите внимание, к сожалению, у меня нету фотокарточки до и после, но я вот поставил середину вот это, да, вот. Вот представьте, что вот это я до, а так и было, но я не выходил. На что мне бриться, если я из дома 10 лет не выходил? В спортивке. А вот это после. И вот скажите, разве неприятно, вот с кем, с кем, с кем бы люди хотели общаться, за кем люди будут тянуться? Понятное дело, без комментариев, как говорится. Ну и в завершение я хочу подвести итог всему сказанному. Я сделал вот такой лепесток, вот такой цветок параметров делового имиджа. Собственно, все, что я сейчас сказал, я хочу быстренько по кругу пройтись, но уже научными терминами, чтобы вам это тоже было известно. Если вы встретите такое слово, чтобы вы не удивлялись, откуда взялось это слово. Из чего состоит имидж? Состояние здоровья. Ну, здесь без комментариев. Образ здорового, образ жизни и все компоненты этого имиджа, это как нам, как будущим специалистам, как воздух нужен. Мы этим занимаемся, согласитесь. Мимическое восприятие или мимический имидж. Да, это тоже. Это вот улыбка, это доброжелательность на лице, это постоянно позитивный настрой. Вот это постоянное позитивное настроение, доброе настроение. И это называется мимический имидж или как мимическое нас восприятие воспринимают люди. Кинетический имидж, кинетическое восприятие или, можно сказать, невербальный имидж еще. Это что? Это походка, это осанка, это мимика, это как держать голову, это как даже волос поправляет девушка. Да, это невербальный имидж. Или еще научно его называют кинетический имидж. Ментальный имидж. Что такое ментальный имидж? А это когда мы выходим из всех ситуаций достойно. Это наши принципы общие, это деловая этика, это общепринятые правила поведения в обществе. Мы должны это знать. Это тоже, это называется ментальный имидж. Нас ментально воспринимают. Вещественный имидж, это важный очень имидж. Это тоже очень важный имидж. Это какой у вас автомобиль, это какой у вас дом, мебель какая, какие аксессуары, какая у вас ручка, какой у вас блокнот для начинающих. Какой у вас телефон, это все очень важно. Это вещественный имидж, это вещественное восприятие. Фоновый имидж, а это еще более важно, особенно на сегодняшний день. Фоновый имидж, фоновое восприятие, это крайне важный имидж. Это что о вас говорят друзья, что о вас говорят средства массовой информации, что в интернете, какие отзывы клиентов о вас, какие отзывы в интернете и в социальных сетях. Сегодня это крайне важно. Когда мы говорим о целевой аудитории, что я сказал, фоновый имидж просто необходим. Вербальный имидж, но я уже говорил, вибральное восприятие, это тон, голос, манера речи, это вербальный имидж. И конечно же внешность, о чем я говорил, это прическа, макияж, наша одежда. И это все, как встречают по одежке. Вот, если мы вот это все имеем, это называется идеальный имидж. И это основа успеха нашего бизнеса. Безусловно, друзья. Итак, ну что, вроде бы с имиджем мы разобрались. А что дальше? А дальше востребованность. Вы знаете, вот что интересно, востребованность, что это? Вот Татьяна красиво рассказала об этом, но что необходимо для этого, да, вот как, ну, для успеха в нашем бизнесе, да, быть востребованным, да. И знаете, что интересно, ни в Дали, ни в Ожог, даже ни в Большой Советской энциклопедии нет четкого объяснения, вот четкое, чтобы было объяснение, слово востребованность. Есть другие какие-то схожие слова, да, но именно востребованность, нету объяснения этому слову, да, и это факт. И знаете, востребованность это абсолютно новое понятие в духе нашего времени сегодня. И вот востребованность это когда у тебя есть уникальная способность решать чью-то проблему. Вот это востребованность. Востребованность это когда у тебя есть уникальная способность решать чью-то проблему. Когда у тебя что-то есть, или кому-то надо, а у тебя есть, или у тебя есть, а это кому-то надо. Вот это и есть востребованность. Это, знаете, нужно во все времена. Это востребованность, которая необходима. И здесь есть важный момент. Она не имеет значения, какого возраста приходит к нам человек. Молодой. Или уже в солидном возрасте. Я знаю, очень много людей у нас и уже и за 70 лет, но они так же востребованы. Они крайне востребованы, потому что эта востребованность действительно очень весомая. Очень весомая востребованность. И это важно. Вы знаете, потому что мы всегда востребованы, мы протягиваем руку помощи. Мы приглашаем всегда в нашу дружную команду. Мы приглашаем в этот мир молодости, красоты, долголетия людей. Вы представляете, да? А люди все равно к нам тянутся. Согласитесь, люди тянутся, потому что знают, что мы востребованы. И что мы можем помочь этим людям поменять качество жизни. Дать возможность быть здоровым. Востребованность приходит на результат. Согласитесь, я уже говорил, мы становимся экспертами, мы набираемся опытом. Востребованы. Но вот результат приходит от работоспособности. Постоянно, не забывайте, друзья, ничего не случайного, нет случайного. А работоспособность возникает от энергии. Согласитесь? Вопрос, а откуда берется энергия? А энергия возникает от любви. От любви к нашему делу, к людям. Это желание добиться успеха. Вот энергия. Добиться цели, помочь людям. А также энергия возникает от нашего удивительного, уникального продукта. Скажите, друзья, кто со мной согласен, что наш продукт уникален и дает потрясающую энергию? Поставьте троечку, пожалуйста. Я знаю, что здесь люди все, все употребляют продукт. И он действительно нас заряжает. Он дает нам потрясающую энергию. Спасибо, Юрий. Спасибо. Спасибо, Валентина. Спасибо, что вы меня поддерживаете, друзья. И вот знаете, востребованность, это делает кто? Сейчас Татьяна тоже это подчеркнула. Спасибо. Ради чего ты пришел в этот мир? Вот. Мы знаем, ради чего мы пришли в этот мир. И это востребованность. Востребованность, это тот, востребован человек, это тот, кто знает себя. Знает, зачем он есть, кем он является. И не выдает себя за другого. Очень важно. Не надо здесь ничего придумывать. Оставайтесь всегда самим собой. Если вы знаете, зачем вы пришли, если вы знаете, что у вас есть такой востребованный продукт, такая возможность востребована. И вы даете этим людям, ничего не придумывайте. Оставайтесь самим собой. Не важно, сколько вам лет. Не важно, какой у вас возраст. Вы всегда будете помогать людям. Вы всегда будете востребованы. К новичкам обращаюсь. Не пропустите такую возможность. Это компания, которая дает всем этот шанс. Востребованность, это новое богатство. И это не громкие слова, друзья. Для меня, когда я стал понимать, что такое востребованность, что я из человека нытик, который постоянно ждет помощи от других, вдруг стану востребованным, буду помогать другим, я приобрел колоссальное богатство. Это новое, действительно колоссальное богатство. И чтобы стать востребованным, нужно набраться терпения. Опять-таки хочу повторить это. Чтобы понятно, надо набраться терпения. Нужно работать над мастерством. Нужно потратить время и деньги. Помните, с чего я начал, когда говорил о целях? Смотрите, мы начали. Я завершаю свое выступление. Я опять подхожу к этому. Востребованность, это успех. Безусловно, для меня это стал успехом. Тебя приглашают. Вы вдумайтесь. Вас, меня и вас, до всех нас приглашают за отдельный стол. Нас приглашают на отдельные закрытые вечеринки. Нас приглашают в место в обществе, где это определенное особое место в обществе. Чтобы пригласить за это, нам нужно иметь репутацию. А у нас она есть, друзья. Нас приглашают. У нас есть имя. У нас есть такой набор качества, о котором я уже сказал. И, конечно, за эти качества, за эту востребованность, за этот профессионализм нас приглашают в особые места. Мы востребованы. Востребованность связана с ремеслом, с нашей деятельностью. А значит, востребовано то, что мы делаем. Востребовано наше не все друзья. Это очень здорово. Это благородно. Без таких востребованных людей. Вот Татьяна тоже это подчеркнула. Спасибо, Татьяна. Без таких востребованных людей, как мы, мир станет хуже. Да, да, друзья. А ну-ка поставьте четверочку. Кто со мной согласен, что без таких востребованных людей, как мы, мир станет хуже. И это факт. Это не громкие слова. Это факт. Деньги, я хочу вам сказать, сами по себе вторичны. Первична востребованность. Вот когда мы востребованы, деньги будут у нас. Всегда будут. Но в то же время я хочу сказать, что быть востребованным, это не самоцель. Так же, как и самоцелью не должны быть деньги. Быть востребованным, это не самоцель. Потому что когда она становится самоцелью, когда мы погружаемся в эти деньги и только востребованность, мы убиваем саму цель. Мы убиваем сам путь к этой востребованности. Это надо понимать. Что нам нужно для этого? Нам нужна большая амбициозная цель. Нам нужно знать, зачем, почему и ради чего мы пришли в этот бизнес. Тогда мы будем востребованы. Ну и, конечно же, три источника востребованности. Обязательно об этом надо сказать, надо знать. Это вот то, что я сейчас, когда говорю про эти источники, у меня перед глазами стоит наш президент, Нарек Сераконян, потому что он постоянно об этом говорит нам. Итак, первое, это здоровье. Физическое здоровье, ну это без комментариев, здоровый образ жизни, спорт, сон, питание, наши продукты, это понятно. Это обязательный источник для востребованности. Обязательно. Второе, это эмоциональная безопасность. И это тоже очень важно, но здесь есть ловушка. Есть ловушка, была ловушка для меня и есть ловушка для многих новичков. Что такое эмоциональная безопасность? Когда мы говорим, что мы специалисты, мы востребованы, что мы помогаем людям, конечно, это здорово, но, понимаете, мы не должны быть для всех хорошими и одинаковыми. Мы не должны быть для всех понимающими. Нет, так не бывает. Понимаете, вот есть очень много циников, есть очень много нытиков, даже неврастеников, психопатов. И они тоже, как мы говорим, мы с целевой аудиторией должны работать. Но извините, они попадаются нам, согласитесь, бывают же такие. Они с нас готовы всю душу вытащить порой, подчас. Ну, мы должны от них просто отградиться очень аккуратно, железной замеси. Они не для нас. Но новичку так, знаете, мне так попадались, я думаю, боже мой, да может я не тем делом замесил. Вот, то есть, это тоже эмоциональная безопасность обязательно должна быть. Вот, для востребованности, иначе, чтобы мы были. И последнее, конечно, финансовая устойчивость. Вот, Анарек очень красиво всегда говорит об этом. Это целая, большая тема. Финансовая устойчивость. И это даже не про то, сколько вы зарабатываете. Нет, сейчас новички скажут, какая финансовая устойчивость? Я только пришел в этот вид. Нет, финансовая устойчивость, это классно для востребованности. Если вы хотите быть востребованным, это, например, вы зарабатываете 100 тысяч рублей. А тратите в этот месяц 100 тысяч 500 рублей. Да вы никогда не будете финансово устойчивы. Вы не устойчивы финансово, значит, вы никогда не станете востребованным. А очень часто сегодня, очень часто сегодня новичок говорит, вот я т-т-т-т, у меня нет денег на заказ. И чешет затылок себя, денег говорит, у меня улетели. А как это улетели у тебя деньги? Ты продукт продал? Ты занимаешься бизнесом? Так извини. Они, как ты деньги-то вкладываешь в бизнес опять, чтобы они у тебя не улетали. Вот это финансовая устойчивость. Ну, здесь еще много можно говорить на эту тему, что такое финансовая устойчивость. Но новичку надо знать, что если ты заработал столько, вложи в бизнес. Обязательно, обязательно отложи это. Это неприкосновенный запас, господа. Итак, завершая свое выступление, друзья, что хочется сказать? Да. Когда нас переполняет энергия, вот это здорово, она должна переполнять энергия. Я же начал с этого, правда же? Я всегда говорю, энергия, это бизнес эмоций, нас должны переполнять эмоции, нас должны переполнять энергии. Мы всегда можем направить ее на то дело, которое мы так любим, которое мы любим. И стать в этом деле мастером, экспертом, только если мы любим, если мы эмоциональны, если это нас переполняет. мы этим живем. Мы станем обязательно востребованными станем. И каждый новичок, который сегодня приходит, запомните это. Вы станете востребованными. За вами будут тянуться люди, если вас будет это переполнять, если вы будете это делать с любовью. Вы знаете, сначала мастер работает над своим именем. Мы сегодня говорим об имидже, об имени говорим. Так вот запомните, сначала мастер работает над своим именем, а потом имя работает на него. Это аксиома. Нужно вкладывать себя, обязательно нужно вкладывать себя в свое мастерство, в свое дело. Не жалейте подчас деньги, если вам говорят надо куда-то поехать, на какой-то семинар, если вам надо куда-то поехать на какую-то школу, даже если вам надо заплатить за какой-то вебинар, платите, потому что вы вкладываете в свои знания. Но у нас есть потрясающие свои школы, бесплатные университеты, так что вкладывайтесь, вкладывайтесь в себя. Но это требует времени и усилий, конечно. Только позаботьтесь о себе, об этом тоже Татьяна говорила, только позаботьтесь о себе, мы можем позаботиться о других. Помните, я говорил, самовлюбленность это нехорошо, чрезмерное, но в то же время мы должны заботиться о себе. И тогда мы сможем позаботиться о других. А теперь я хочу сказать вот что. Жалеть себя не обязательно. Я себя почаще жалел, когда начинал этот бизнес. Жалеть себя не обязательно, друзья. Беречь надо, очень надо себя беречь. Все-таки мы, здоровье наше. Если мы не берем себя, кто же позаботится о нас? Беречь надо. А вот баловать, баловать просто жизненно необходимо. Жизненно необходимо баловать. Знаете, когда мы начинаем что-то новое, когда мы создаем что-то новое, когда мы меняем привычки, когда мы входим вообще в новую жизнь. И если у нас что-то начинает получаться, вот даже маленький шаг, мы добиваемся маленького успеха. Балуйте себя, делайте подарки себе. Не знаю, выезжайте куда-то, берите семью. Делайте это с удовольствием. Балуйте себя. Вы будете чувствовать, что вы становитесь другим. Что вы становитесь настоящим востребованным человеком. И, конечно же, я хочу сказать, имидж, это равняется репутации. Если вы не занимаетесь своей репутацией, то это сделает кто-нибудь за вас. Поверьте, и это будет не очень красиво, если кто-то за вас будет решать вашу репутацию. Ты достоин своей любви. Ты достоин моей любви. Если я смотрю в зеркало, я говорю, ты достоин моей любви. И это факт. И последнее, что хочу сказать. Заботиться о себе, заботиться о себе, значит быть героем своей жизни, а не жертвой. Я раньше, я раньше был жертвой. Вот, ну, стыдно, может быть, сказать, а почему бы не сказать правду? Да, я был раньше жертвой. Я вечно ныл и плакал, я ждал, когда же мне кто поможет. А сегодня? Сегодня нет. Сегодня я герой своей жизни. И это факт. Поэтому я всем желаю стать героем своей жизни. Я всем желаю новичкам стать героем, стать востребованным. Я всем желаю приглашенным сегодня людям, которые сегодня слушают этот вебинар. Присоединяйтесь, и вы всегда будете востребованными. Вы всегда будете героем своей жизни. всегда друзья помните об этом и не надо быть никогда жертвой я вас с этим поздравляю у нас замечательные возможности спасибо друзья за внимание я всем желаю радости энтузиазма и вдохновения всем я желаю и конечно же я хочу сказать что мы вместе сила не забывайте что следующий четверг у нас также будет интересная информация у нас также будет интересное обучение у нас уже будут новые промоушены у нас уже будут новые новости и конечно же мы будем ждать все вместе этого дня до новых встреч друзья помните что вместе мы сила всего доброго спасибо за внимание спасибо за просмотр! Продолжение следует...